Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Теодор Драйзер. Финансист. Глава первая. Филадельфия, где родился Фрэнк-Анджер Нон-Каупервуд, насчитывала тогда более 250 тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало. Телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами. Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего. Но десять лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка. Все служащие, соответственно, повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд унаследовал в кавычках место помощника-кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в три с половиной тысячи долларов. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Баттенвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит. И район не такой захолустный, и дом, трехэтажный кирпичный особнячок не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение. Но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу. Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением. Это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной. Высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же, как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук в тогдашних финансовых кругах, это считалось хорошим тоном, и цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная. Стремясь выдвинуться в обществе и в финансовом мире, мистер Каупервуд всегда тщательно взвешивал с кем и о ком он говорит. Он в равной мере остерегался, как высказывать резкие или непопулярные в его кругу мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, пользовавшимися дурной репутацией. Впрочем, надо заметить, что он и не имел определенных политических убеждений. Он не являлся ни сторонником, ни противником рабовладения, хотя атмосфера тогда была насыщена борьбой между аболиционистами и сторонниками рабства. Каупервуд твердо верил, что на железных дорогах можно нажить большое богатство, был бы только достаточный капитал, да еще одна странная штука — личное обаяние, то есть способность внушать к себе доверие. По его убеждению, Эндрю Джексон, седьмой президент США, был совершенно неправ, выступая против Николаса Биддла и Банка Соединенных Штатов. Эта проблема волновала тогда все умы. Он был крайне обеспокоен потоком дутых денег, находившихся в обращении, и то и дело попадавших в его банк, который, конечно, все же таковы учитывал, и с выгодой для себя вновь пускал в оборот, выдавая их жаждущим ссуды клиентам. Третий филадельфийский национальный банк, в котором он служил, помещался в деловом квартале, в ту пору считавшемся центром всего американского финансового мира. Владельцы банка попутно занимались также игрой на бирже. Банки Штатов, крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу. Они бесконтрольно выпускали свои банковские билеты на базе ненадежных и никому неведомых активов и с невероятной быстротой вылетали в трубу или же приостанавливали платежи. Осведомленность во всех этих делах была непременным условием деятельности мистера Каупервуда, отчего он и стал воплощенной осторожностью. К сожалению, ему не хватало двух качеств, необходимых для преуспеяния на любом поприще — личного обаяния и дальновидности. Крупным финансистом он не мог бы сделаться, но ему все же предстояла неплохая карьера. Миссис Каупервуд была женщина религиозная, маленькая, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами. Она в молодости казалась очень привлекательной, но с годами стала несколько жеманной и вся ушла в житейские заботы. К своим материнским обязанностям по воспитанию трех сыновей и дочери она относилась очень серьезно. Мальчики под предводительством старшего, Фрэнка, служили для нее источником постоянных тревог, ибо то и дело совершали вылазки в разные концы города, где чего доброго водили из дурной компании, видели и слышали то, что в их возрасте не полагается ни видеть, ни слышать. Фрэнк Каупервуд в десять лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной и в средней школе все считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные, серые, широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывстые и самоуверенные. Всех и каждого, донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным аппетитом и полновластно командовал братьями. «Ну-ка, Джо, живей, поворачивайся, Эд!» Его команда звучала не грубо, но авторитетно. И Джо с Эдом повиновались. Они с детства привыкли смотреть на старшего брата, как на главаря, с чьими словами следует считаться. Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете одинаково поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос, что это за штука жизнь и как она устроена, откуда взялись на свете люди, каково их назначение, кто положил всему начало. Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но он в нее не поверил. Каупервуды жили неподалеку от рыбного рынка, по дороге к отцу в банк или во время какой-нибудь вылазки с братьями после школьных уроков. Фрэнк любил останавливаться перед витриной, в которой был выставлен аквариум. Рыбаки с залива Делавер нередко пополняли его всевозможными диковинками морских глубин. Однажды он видел там морского конька, крохотное животное, немного смахивающее на лошадку. В другой раз электрического угря, чьи свойства объясняло знаменитое открытие Бенджамина Франклина. В один прекрасный день в аквариум пустили Амара и каракатицу. И Фрэнк стал очевидцем трагедии, которая запомнилась ему на всю жизнь и многое помогла уразуметь. Из разговоров любопытствующих зевак он узнал, что Амару не давали никакой пищи, так как его законной добычей считалась каракатица. Амар лежал на золотистом песчаном дне стеклянного садка и, казалось, ничего не видел. Невозможно было определить, куда смотрят черные бусинки его глаз, но, надо думать, они не отрывались от каракатицы. Бескровная и восковидная, похожая на кусок сала, она передвигалась толчками, как торпеда. Но беспощадные клешни врага каждый раз отрывали новые частицы от ее тела. Амар, словно выброшенный катапультой, кидался к тому месту, где, казалось, дремала каракатица, а та, стремительно отпрянув, укрывалась зачернильным облачком, которое оставляла за собой. Но и этот маневр не всегда был успешен. Кусочки ее тела и хвоста все чаще оставались в клешнях морского чудовища. Юный Каупервуд ежедневно прибегал сюда и, как зачарованный, следил за ходом трагедии. Однажды утром он стоял перед витриной, чуть не прижавшись носом к стеклу. От каракатицы оставался уже только бесформенный клок, почти пуст был и ее чернильный мешочек. Амар притаился в углу аквариума, видимо, изготовившись к боевым действиям. Мальчик простаивал у окна почти все свободное время, завороженное этой жестокой схваткой. Теперь, уже скоро, может быть, через час, а может быть, завтра, каракатица не станет. Амар ее прикончит и сожрет. Вот, Франк перевел глаза на зеленую с медным отливом разрушительную машину в углу аквариума. Интересно, скоро ли это случится? Пожалуй, еще сегодня. Вечером надо будет снова прибежать сюда. Вечер настал, и что же? Ожидаемое свершилось. У витрины стояла кучка людей. Амар забился в угол, перед ним лежала перерезанная надвое, почти уже сожранная каракатица. «Дорвался, наконец!» произнес кто-то рядом с мальчиком. «Я тут давно стою. С час назад Амар вдруг ринулся и схватил ее. Каракатица изнемогала, у нее больше не хватало проворства. Она метнулась, было от него, но Амар этого и ждал. Он уже давно предусмотрел малейшие движения своей жертвы, и вот сегодня, наконец, ее прикончил». Фрэнк смотрел широко раскрытыми глазами. Какая досада, что он упустил этот миг. На секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатицы. Затем он перевел взгляд на победителя. «Так оно и должно было случиться», — мысленно произнес он. Каракатица не хватало изворотливости. Он попытался разобраться в случившемся. Каракатица не могла убить Амара. У нее для этого не было никакого оружия. Амар мог убить каракатицу. Он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться. Перед Амаром была добыча. Каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет. Она была обречена, — заключил он, уже подходя к дому. Этот случай произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. В общих чертах он давал ответ на загадку, долго мучившую его, как устроена жизнь. Вот так все живое и существует. Одно за счет другого. Амары пожирают каракатиц и других тварей. Кто пожирает Амаров? Разумеется, человек. Да, конечно. Вот она, разгадка. Ну а кто пожирает человека, тотчас же спросил он себя. Неужели другие люди? Нет. Дикие звери. Да еще индейцы и людоеды. Множество людей гибнет в море и от несчастных случаев. Он не был уверен в том, что и люди живут один за счет другого, но они убивают друг друга. Это он знал. Взять хотя бы войны, уличные побои, еще погромы. Погром Фрэнк видел однажды собственными глазами. Он возвращался из школы, когда толпа напала на редакцию газеты «Паблик Леджер». Отец объяснил ему, что послужило тому причиной. Страсти разгорелись из-за рабов. Да-да, конечно. Одни люди живут за счет других. Рабы, они ведь тоже люди. Из-за этого-то и царило в те времена такое возбуждение. Одни люди убивали других людей. Чернокожих. Фрэнк вернулся домой, очень довольный, сделанными им выводами. «Мама!» — крикнул он, едва переступив порог. «Наконец-то он ее прикончил!» «Кто?» «Кого?» — с изумлением спросила мать. «Вступай-ка мыть руки». «Да мар, про которого я вам с папой рассказывал, прикончил каракатицу!» «Какая жалость!» «Ну что тут интересного?» «Первей мои руки!» «Ого!» «Такую штуку нечасто приходится видеть!» «Я, например, видел это в первый раз!» Он вышел во двор, где была водопроводная колонка, и рядом с нею врытый в землю столик, на котором стояли ведерко с водой и блестящий жестяной таз. Фрэнк вымыл лицо и руки. «Папа!» обратился он к отцу после ужина. «Помнишь, я тебе рассказывал про каракатицу?» «Помню». «Ну так вот, ее уже нет! Амар ее сожрал!» «Скажи на милость!» равнодушно отозвался отец, продолжая читать газету. Но Фрэнк еще долгие месяцы размышлял над виденным, над жизнью, с которой он столкнулся, ибо его уже начинал занимать вопрос, кем он будет и как сложится его судьба. Наблюдая за отцом, считавшим деньги, он решил, что привлекательнее всего банковское дело. А третья улица, где служил его отец, казалась ему самой красивой, самой замечательной улицей в мире. Глава вторая Детство Фрэнка Анжарнона Каупервуда протекало среди семейного уюта и благополучия. Баттенвуд-стрит, улица, где он прожил до десяти лет, пришлась бы по душе любому мальчику. В основном, она была застроена двухэтажными особнячками из красного кирпича, с низкими ступеньками из белого мрамора и такими же наличниками на дверях и окнах. Вдоль улицы были густо посажены деревья. Мостовая, выложенная крупным, округлым булыжником, после дождя блестела чистотой, а от красных кирпичных тротуаров, всегда чуть-чуть сыроватых, веяло прохладой. Позади каждого домика имелся двор, поросший деревьями и травой. Кое-где даже были разбиты цветники, так как земельные участки здесь тянулись футов на сто в ширину. Дома же были выдвинуты близко к мостовой, и за ними оставалось много свободного пространства. Отец и мать Каупер Будды, люди достаточно простодушные и отзывчивые, умели радоваться и веселиться вместе со своими детьми. Поэтому ко времени, когда отец решил перебраться в новый дом на Нью-Маркет-стрит, семья, в которой после рождения Фрэнка каждые два-три года прибавлялась по ребенку, пока детей не стало четверо, представлял собой оживленный маленький мирок. С тех пор, как Генри Уортингтон-Каупервуд стал занимать более ответственный пост, его связи непрерывно ширились, и он, мало-помалу, сделался видной персоной. Он свел знакомство со многими крупнейшими вкладчиками своего банка, а так как по делам службы ему приходилось бывать и в других банкирских домах, то его стали считать своим и в банке Соединенных Штатов, и у Дрекселей, Эдвардсов и многих других. Биржевые маклеры знали его как представителя крепкой финансовой организации, и он повсюду слыл человеком, если не блестящего ума, то в высшей степени честным и добропорядочным дельцом. Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит, и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснение. Так что Фрэнк в очень раннем возрасте, между десятью и пятнадцатью годами, уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки. Знал, что такое банк штата и в чем его отличие от национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средство обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе и все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. Золото это средство обмена страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копий и, проснувшись, жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньше интерес возбуждали в нем акции и облигации. Он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которой они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала. Вот, сынок, погляди, сказал ему однажды отец, такие бумажки нечасто встречаются в наших краях. Речь шла об акциях британской и остинской компании, заложенных за две трети номинала в обеспечении стотысячного займа. Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг. По виду не скажешь, что они стоят таких денег, заметил он. Они ценятся в четверо выше своего номинала, улыбаясь, отвечал отец. Фрэнк снова стал рассматривать бумаги. Британская остынская компания, прочитал он вслух, десять фунтов, что-то около пятидесяти долларов. Сорок восемь долларов и тридцать пять центов. Деловито поправил его отец. Да. Будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обратив внимание, они почти навехонькие. Редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, впервые. Поддержав пачку в руках, юный Каупер Вуд вернул ее отцу, дивяясь огромной разветвленности финансового дела. Что это за лостинская компания? Чем она занимается? Отец объяснил ему. Тома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про очень любопытную личность, некоего Стимберджера, крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Агайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек с лицом, напоминающим, по словам мистера Каупервуда, свиное рило. Он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до 30 центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь фондовый отдел Филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на сто или на двести краткосрочных обязательств банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в тысячу пять и десять тысяч долларов сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на 10-12 процентов ниже номинала, а сам он платил за них банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на четыре месяца. Причитающиеся ему деньги он получал в фондовом отделе третьего Национального банка Аль-Пари пачками банкнот разных банков находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий Национальный банк получал от четырех до пяти процентов барыша с основной сделки, да еще удерживал учетный процент западных штатов, что тоже давало немалую прибыль. В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Грант, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами Конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также Сената и Палаты представителей казалось, были для него открытой книгой. В свое время Грант через посредства двух или трех маклерских контор скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в 10-15 миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через Конгресс был приведен законопроект об осигновании 5 миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Грант пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств в силу особых условий их выпуска будет оплачена полностью, остальные же со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы в целях наживы скупать старые обязательства. Грант поставил об этом в известность Третий национальный банк, а следовательно об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее все это дошло до Фрэнка. Его ясные большие глаза загорелись, почему спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской Республики лично для себя, ведь сам же он говорил, что Грант и еще человека три-четыре нажили на этом тысяч по сто. Но, надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Франк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен. Когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, да уж, конечно, не упустит такого случая. Как раз в те дни к Каупервудам приехал родственник, никогда раньше их не посещавший. Санека Дэвис, брат миссис Каупервуд, белолицый, румяный и голубоглазый здоровяк, ростом в пять футов и девять дюймов, крепкий, круглый, с круглой же головой и блестящей лысиной, обрамленной курчавыми остатками золотисто-рыжих волос. Одевался он элегантно, тщательно соблюдая моду. Жилет в цветочках, длинный серый сюртук и цилиндр — неотъемлемая принадлежность преуспевающего человека. Фрэнк пленился им с первого взгляда. Мистер Дэвис был плантатором и владел большим ранчо на Кубе, он рассказывал мальчику о жизни на острове, о мятежах, засадах, ярстных схватках с мачете в руках, на его собственной плантации и о множестве других интересных вещей. Он привез с собой целую коллекцию индейских диковинок, много денег и нескольких невольников. Один из них, Мануэль, высокий и тощий негр, неотлучно находился при нем как бы в качестве его адъютанта и телохранителя. Мистер Дэвис экспортировал со своих плантаций сахар-сырец, который сгружался в южной гавани Филадельфии. Дядя очаровал Фрэнка своей простодушной жизнерадостностью, казавшейся в этой спокойной и сдержанной семье даже несколько грубоватой и развязной. Нагрянув в воскресенье под вечер нежданно негаданно дядя поверг всю семью в радостное изумление. Да что ж это такое, сестрица, вскричал он, едва завидев, миссис Каупервуд, ты ни капельки не потолстела, а я-то думал, когда ты выходил замуж за своего почтенного Генри, что тебя разнесет как твоего братца. Нет, вы только посмотрите. Клянусь честью она и пяти фунтов не весит. И обхватив Нэнси Арабеллу за талию, он подкинул ее к вящему удивлению детей, не привыкших к столь бесцеремонному обращению с их матерью. Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника. Пятнадцать лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием. Вы только взгляните на этих маленьких горожан, шумел дядя, рожицы точно мелом вымазанные. Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко. Восковые куклы да и только. С этими словами он ущипнул за щеку пятилетнюю Анну Аделаиду. Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились, продолжал он, критическим взглядом окидывая гостиную ничем не примечательного трехэтажного дома. Комната эта размером 20 футов на 24, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле шаратона, выглядела несколько необычно, но в общем приятным. Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепьяно, большая роскошь по тогдашним понятиям. Комнату украшали и другие редкие вещи, газовая люстра, аквариум с золотыми рыбками, несколько прекрасно отполированных раковин причудливой формы и мраморный купидон с корзиной цветов в руках. Стояло лето, в распахнутые окна заглядывали радуга, взор, деревья, освещавшие своими кронами кирпичные тротуары. Дядя Сенека, не торопясь, вышел во двор. Весьма приятный уголок, заметил он, стоя под развесистым вязом, и оглядывая дворик, частично вымощенный кирпичом и обнесенной кирпичной же оградой, по которой вился дикий виноград. А где же у вас гамак? Неужели вы летом не вешаете здесь гамак? В Сан-Педро у меня их штук шесть или семь на веранде? Мы как-то не подумали о гамаке, ведь кругом соседи. Но это было бы примило, отвечала миссис Каупер вот, завтра же попрошу Генри его купить. Я привез с собой несколько штук, они у меня в сундуке в гостинице. Мои чернокожие на кубе сами плетут их. Я вам завтра утром пришлю один с Мануэлем. Он сорвал листик винограда, подергал за ухо Эдварда, пообещал Джозефу, младшему из мальчиков, индейский томогавк и вернулся в дом. Вот этот мальчонка мне нравится, сказал он немного погодя и положив руку на плечо Фрэнка. Как его полное имя Генри? Фрэнк Алджердон. Надо было назвать его иначе, как зовут меня. В этом мальчугане что-то есть. Приезжай ко мне на кубу, сынок, я из тебя сделаю плантатора. Меня к этому не тянет, отвечал старший сын Каупервуда. По крайней мере, сказано откровенно. Что же ты имеешь против моего предложения? Ничего, только я не знаю этого дела. А какое ты знаешь? Мальчик улыбнулся не без хитрецы. Я пока еще мало что знаю. Ну ладно. А что тебя интересует? Деньги. Вот оно что. Это значит в крови. По стопам папеньки пошел. Что ж, плохого тут нет. И рассуждает он как мужчина. Ну малый, мы с тобой еще побеседуем. Похоже Нэнси, что у тебя растет финансист. Он смотрит на вещи как настоящий делец. Дядя еще внимательнее взглянул на Фрэнка. В этом решительном юнце несомненно чувствовалась сила. Его большие ясные серые глаза выражали ум. Они многое таили в себе в себе и ничего не выдавали. Занятный малый, сказал мистер Дэвис с зятю. Мне нравится его прыть. У вас славные дети. Мистер Као перву только улыбнулся. Этот дядюшка, раз ему так нравится, Фрэнк может многое для него сделать. Например, оставить ему со временем часть своего состояния. Мистер Дэвис был богат и холост. Дядя Сенека стал часто бывать у Каупер Вудов и всегда в сопровождении своего чернокожего телохранителя Мануэля, говорившего к немалому изумлению детей по-английски и по-испански. Фрэнк все больше и больше интересовал его. «Когда мальчик подрастет и решит, кем он хочет быть, я помогу ему встать на ноги», заметил однажды мистер Дэвис в разговоре с сестрой. И та горячо поблагодарила его. Дядя беседовал с Фрэнком о его занятиях и обнаружил, что мальчикам мало интересуют книги, да и вообще большинство школьных предметов. Грамматика просто гадость, литература ерунда, латынь бесполезная трата времени, история, ну это еще куда не шло. «Я люблю счетоводство и математику», заявил Фрэнк. «А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за дело». «Рановато еще, дружок», отозвался дядя. «Сколько тебе? Четырнадцать? Тринадцать. Вот видишь, а раньше пятнадцати нельзя бросить в школу. Еще бы лучше проучиться лет до семнадцати, восемнадцати. Это тебе не повредит. Детство ведь потом не вернешь, мой мальчик. Я не хочу быть мальчиком, я хочу работать». «Не торопись, сынок, все равно оглянуться не успеешь, и ты уже взрослый. Ты ведь, кажется, метишь в банкиры». «Да, дядя». «Ну что ж, когда Бог даст, время придет, я помогу тебе на первых порах, если ты не передумаешь. Смотри, только веди себя хорошо. На твоем месте я бы поработал год-другой в большой хлебно-комиссионной конторе. Там можно подобраться опыта. Ты узнаешь много такого, что тебе впоследствии пригодится. А пока береги свое здоровье и учись. Когда понадобится извести меня, где бы я ни находился, я напишу и узнаю, как ты себя вел. Он дал мальчику золотую монету в 10 долларов, чтобы тот открыл себе счет в банке». Неудивительно, что этот подвижный, уверенный в своих силах и еще не тронутый жизнью юнец расположил мистера Дэвиса ко всей семье Каупервудов. Глава третья На четырнадцатом году жизни Фрэнк Каупервуд впервые пустился в коммерческую авантюру. Однажды, проходя по Фронт-стрит улице импортирующих и оптовых фирм, он заметил аукционный флажок над дверью оптового калейного магазина. Изнутри слышался голос аукциониста. «Что мне предложат за партию превосходного еванского кофе?» «Оптовая рыночная цена на сегодняшний день семь долларов тридцать два цента за мешок. Сколько даете?» «Партия идет только целиком. Сколько даете?» «Восемнадцать долларов», — крикнул стоявший у двери лавочник, собственно, лишь для того, чтобы положить начало торгам. Фрэнк остановился. «Двадцать два», — произнес другой голос. «Тридцать», — послышался третий. «Тридцать пять», — откликнул четвертый. «Цена дошла до семидесяти пяти долларов, что составляло меньше половины настоящей стоимости кофе. «Семьдесят пять долларов! Семьдесят пять!» — выкрикивал аукционист. «Кто больше? Семьдесят пять долларов раз! Кто даст восемьдесят? Семьдесят пять долларов два!» Он сделал паузу и драматическим жестом занес руку, затем резко опустил ее. «Продано мистеру Сайлосу Грегори за семьдесят пять долларов!» «Запишите, Джерри!» обратился он к своему рыжему веснущатому помощнику и тут же перешел к продаже другой партии бокалейного товара. «Одиннадцати бочонков крахмала!» Юный Каупер вот быстро прикинул в уме. «Рыночная цена кофе, если верить аукционисту, семь долларов тридцать два лавочник, купивший его за семьдесят пять долларов, может тут же заработать восемьдесят шесть долларов четыре цента, а продав его в розницу и того больше». Насколько ему помнится, мать платит двадцать восемь центов за фунт. С учебниками под мышкой Фрэнк протиснулся поближе и стал еще внимательнее следить за процедурой торгов. Бочонок крахмала, как он вскоре услышал, стоил десять долларов. А здесь его продали за шесть. Несколько бочонков уксуса пошли с молотка за треть своей стоимости. Фрэнку очень захотелось принять участие в торгах, но в кармане у него была только мелочь. Аукционист заметил мальчика, стоявшего прямо перед ним, и был поражен серьезностью и упорством, написанными на его лице. «Предлагаю партию прекрасного кастильского мыла, семь ящиков, ни больше и не меньше. Оно надо вам знать, если вы вообще что-нибудь смыслите в мыле, стоит теперь четырнадцать центов брусок, а за ящик с вас возьмут не меньше одиннадцати долларов семидесяти пяти центов. Сколько даете? Сколько даете? Сколько даете? Он говорил быстро, с обычными интонациями аукциониста и чрезмерным пафосом, но на юного Каупервуда это не действовало. Он живо подсчитывал в уме. Семь ящиков по одиннадцать семьдесят пять, всего восемьдесят два доллара двадцать пять центов. И если эта партия пойдет за пол цены, если она пойдет за пол цены, двенадцать долларов предложил кто-то, пятнадцать повысил цену другой, двадцать крикнул третий, двадцать пять надбавил четвертый. Дальше пошли надбавки по одному доллару, так как Кастильское мыло не пользовалось широким спросом. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Все молчали. Тридцать решительно произнес юный Каупервуд. Аукционист, маленький, худощавый человек с изможденным лицом и взъерошенными волосами, с любопытством и несколько недоверчиво покосился на Фрэнка, ни на миг, впрочем, не умолкая. Напряженный взгляд мальчика поневоле привлек его внимание, и он как-то сразу, сам не зная почему, преисполнился доверие и решил, деньги у него есть. Возможно, он сын какого-нибудь бокалейщика. «Тридцать долларов! Тридцать долларов! Тридцать долларов за партию превосходного костильского мыла! Отличное мыло! А в розницу идет по четырнадцати центов кусок! Кто даст тридцать один доллар? Кто даст тридцать один? Тридцать один! Тридцать один! Раздался голос. Тридцать два! произнес с Каупервуд. Торг возобновился. Тридцать два доллара! Тридцать два! Тридцать два! Кто даст за это замечательное мыло тридцать три? Сем ящиков прекрасного костильского мыла! Кто даст тридцать три? Мозг юного Каупервуда напряженно работал. Денег у него с собой не было, но его отец служил помощником кассира в третьем национальном банке, и Фрэнк мог сослаться на него. Все это мыло без сомнения удастся продать бокалейщику по соседству с домом, а если не ему, то еще какому-нибудь лавочнику. Нашлись ведь и другие желавшие приобрести его по такой цене. Так почему бы мыло не купить Фрэнку? Аукционист сделал паузу. Тридцать два доллара раз! Кто даст тридцать три? Тридцать два! Два! Даст кто-нибудь тридцать три! Тридцать два! Три! Семь ящиков превосходного мыла! Кто даст больше? Раз! Два! Три! Кто большая рука его? Снова поднялась в воздух продана мистеру! Он слегка перегнулся через стойку с любопытством заглядывая в лицо юного покупателя Фрэнку Каупервуду сыну помощника кассира третьего национального банка твердым голосом проговорил убежденный его уверенным взглядом Вы подождете пока я сбегаю в банк за деньгами? Хорошо только недолго Если вы через час не вернетесь я снова пущу его в продажу Фрэнк уже не ответил Он выбежал за дверь и прежде всего помчался к знакомому бокалеющику чья лавка была на расстоянии одного квартала от дома Каупервудов Последние тридцать шагов он прошел медленно Потом состроил беспечную мину и войдя в лавку стал глазами искать кастильское мыло Вот оно на обычном месте того же сорта в таком же ящике как и его мыло Почему у вас кусок такого мыла мистер Делримбул осведомился Фрэнк Шестнадцать центов С достоинством отвечал лавочник Если я предложу вам семь ящиков точно такого товара за шестьдесят два доллара вы возьмете Точно такого Да сэр Мистер Делримбул мысленно произвел подсчет Да пожалуй осторожно ответил он И вы могли бы сегодня же заплатить мне Я дал бы Векси А где товар Мистер Делримбул был несколько озадачен этим неожиданным предложением соседского сына Он хорошо знал мистера Каупер Вуда Да и Фрэнк тоже Так вы возьмете мыло если я вам сегодня его доставлю Возьму ответил лавочник Вы что же мылом занялись Нет Но я знаю где его можно дешево купить Фрэнк торопливо вышел и побежал к отцу Операции в банке уже прекратились но мальчик знал там все ходы и выходы и знал также что мистер Каупервуд будет доволен если сын заработает 30 долларов ему нужно было только занять денег на один день Что случилось Фрэнк поднимая голову от конторки спросил мистер Каупервуд завидев своего раскрасневшегося и запыхавшегося сына Я хочу попросить у тебя взаймы 32 доллара папа Хорошо А на что они тебе понадобились Я собираюсь купить мыло 7 ящиков Костельского мыла Я знаю где его достать и у меня уже есть на него покупатель Мистер Дел Римпл берет всю партию Он предложил мне 62 доллара А я покупаю за 32 Если ты дашь мне денег я мигом слетаю и заплачу аукционисту Мистер Каупервуд улыбнулся Никогда еще его сын не проявлял такой деловитости Для мальчика 13 лет он был на редкость сообразителен и оборотист Итак Фрэнк сказал он направляясь к ящику в котором лежало несколько сигнаций ты видно уже становишься финансистом А ты уверен что не потерпишь убытка Ты отдаешь себе отчет в своей затее Дай же мне деньги папа с мольбой в голосе проговорил Фрэнк А я тебе докажу на что я способен только дай деньги Можешь мне поверить Он походил на молодую охотничью собаку учуявшую дичь Отец не мог противиться его настоянием Разумеется Фрэнк я верю тебе сказал он отчитывая шесть пятидолларовых банкнот своего же третьего национального банка и две по доллару Получай Пробормотав благодарность Фрэнк выскочил и со всех ног понесся на аукцион В момент его прихода с торгов продавался сахар Фрэнк протиснулся к столику за которым сидел клерк Я хочу заплатить за мыло сказал он Сейчас? Да Вы мне выпишите квитанцию? Можно Товар будет доставлен на дом Нет у нас без доставки вы должны забрать его в течение суток Неожиданное затруднение не смутило Фрэнка Хорошо Сказал он пряча квитанцию в карман Аукционист невольно проводил его глазами Через полчаса Фрэнк вернулся в сопровождении ломовика околачивавшегося со своей телегой в порту и готового подработать чем угодно За 60 центов он подрядился отвезти мыло по назначению Еще через полчаса они уже стояли перед лавкой изумленного мистера Дел Римпла которого Фрэнк прежде чем сгружать мыло с телеги заставил выйти на улицу и взглянуть на ящики В случае если сделка не состоится Фрэнк решил отвезти мыло домой Несмотря на то что это была его первая спекуляция он все время сохранял полнейшее присутствие духа Да проговорил мистер Дал Римпл задумчиво почесывая седую голову Да мыло то же самое Я беру его Слово надо держать Где это вы его раздобыли Фрэнк? На распродаже у Биксама тут недалеко откровенно и учтиво отвечал юный Каупервуд Мистер Дал Римпл велел отнести мыло в лавку и после некоторых формальностей осложнявшихся тем что продавец был несовершеннолетним выписал выписал вексель сроком на месяц Фрэнк поблагодарил и спрятал его в карман Он решил еще раз пойти к отцу и учесть вексель как это делали на его глазах другие чтобы отдать долг и получить свой барыш наличными Как правило этих операций не производят после закрытия банка но отец сделает же для него исключение На свистовое он отправился в путь отец снова улыбнулся увидев его Ну как Фрэнк Выгорело твое дело осведомился мистер Каупервуд Вот вексель сроком на месяц сказал мальчик кладя на стол полученное от Дел Римпла обязательство Пожалуйста учти его с удержанием своих 32 долларов отец внимательно рассматривал вексель 62 доллара прочитал он Мистер дал Римплу Все правильно Да Я его учту Это обойдется тебе в 10% пошутил он Но почему тебе не оставить вексель у себя Я могу подождать и не буду требовать свои 32 доллара до конца месяца Нет не надо возразил Франк Ты лучше учти его и возьми свои деньги Мои могут мне понадобиться Деловой вид сына позабавил мистера Каупервуда Ну хорошо сказал он завтра Все будет устроено А теперь расскажи мне как тебе это удалось И сын ему рассказал В 7 часов вечера эту историю узнала миссис Каупервуд А несколько позднее и дядя Санеке Ну Что я вам говорил Каупервуд воскликнул дядюшка Этот мальчуган подает надежды Вы еще и не то увидите За обедом миссис Каупервуд с любопытством вглядывалась в сына Неужели вот этого мальчика она еще так недавно кормила грудью Как он быстро возмужал Надеюсь Фрэнк тебе впрямь будут удаваться такие дела сказала она И я надеюсь мама Последовал лаконичный ответ Правда торги происходили не каждый день И не каждый день были возможны сделки с бокалейщиком Но Фрэнк уже с юных лет умел наживать деньги Он собирал подписку на журнал для юношества Работал агентом по распространению нового типа коньков А однажды даже соблазнил окрестных мальчишек объединиться и закупить себе к лету партию соломенных шляп по оптовой цене О том чтобы сколотить капитал бережливостью Фрэнк и не помышлял Он чуть не с детства проникся убеждением что куда приятнее тратить деньги не считая и что этой возможности он так или иначе добьется В этом же году если не раньше в нем начал пробуждаться интерес к девочкам Его взгляд неизменно останавливался на самой красивой А так как он сам был красив и обаятелен то ему ничего не стоило заинтересовать своей особой понравившуюся ему девочку Девенадцатилетняя Пейшенс Барлоу жившая по соседству была первой на которую он загляделся и сама она загляделась на него Природа наделила ее блестящими черными глазами и черными волосами которые она заплетала в две тугие косы Изящные ножки с тонкими лодыжками легко несли ее прелестную фигурку а родители девочки были квакеры и на ее голове всегда красовался скромный маленький чепчик характер у нее однако был очень живой и этот смелый самоуверенный прямой мальчик ей нравился однажды после того как они не раз уже обменялись беглыми взглядами он остановил ее девочка шла в ту же сторону и с улыбкой смело как всегда спросил вы ведь живете на нашей улице правда да отвечала она слегка волнуюсь и раскачивая сумку с книгами в доме сто сорок один я знаю этот дом сказал он видел как вы туда входили вы кажется учитесь в одной школе с моей сестрой ведь вас зовут Пэйшенс Барлоу он слышал как кто-то из его соучеников назвал ее по имени да подтвердила она откуда вы знаете слышу улыбнулся Франк я вас часто вижу хотите лакрицы он порылся в кармане и вытащил несколько палочек свежей лакрицы очень распространенного в те времена лакомства Пэйшенс ласково поблагодарила и взяла одну наверное не очень вкусно она уже давно лежит в кармане на днях у меня были тянучки нет вкусно отозвалась она посасывая кончик палочки вы ведь знаете мою сестру Анну Каупервуд спросил Фрэнк возвращаясь к начатому разговору и как бы представляясь своей соседке она правда класса младшего вас ну может быть вы знакомы я ее знаю мы встречаемся когда идем из школы а я живу вон там направо Фрэнк указал ей на дом к которому они подходили будто девочка и без того не знала где он живет надеюсь мы теперь часто будем видеться вы знакомы с Рут Мэрием спросила она когда Фрэнк уже собирался свернуть намощенную дорожку ведущую к его дому нет а почему вы спрашиваете у нее во вторник вечеринка как бы вскользь заметила девочка где она живет в доме 28 я был бы не прочь зайти к ней признался Фрэнк сворачивая домой может быть она пригласит вас Пэйшенс становилась все храбрее по мере того как расстояние между ними увеличивалось я ее попрошу спасибо поблагодарил он с улыбкой она весело побежала дальше Фрэнк с сияющим лицом смотрел ей вслед она была прелестна он ощутил страстное желание поцеловать ее и живо вообразил себе вечеринку урут мэрием и все что это ему сулило то был еще совсем детский роман одно из ребяческих увлечений которые время от времени охватывали Фрэнка среди вихря житейских событий с Пэйшенс Барлоу он не раз целовался в укромных уголках прежде чем нашел себе другую зимой Пэйшенс вместе с соседскими девочками выбегала на улицу поиграть в снежки или же в долгие зимние вечера засиживалась на скамеечке у дверей своего дома изловить ее в эти часы и поцеловать было так же легко как легко было на вечеринках нашептывать ей всякий вздор на смену ей пришла Дора Фитлер Фрэнку было тогда шестнадцать лет ей четырнадцать позднее в семнадцать лет пятнадцатилетняя Марджори Стефорд белокурая пухленькая девочка с голубовато-серыми глазами румяная и свежая как утренняя заря в семнадцать Фрэнк решил бросить школу он всего три года проучился в старших классах но уже был сыт учением по горло с тринадцати лет все его помыслы были обращены на финансовое дело в той его форме какую он наблюдал на третьей улице время от времени он выполнял поручение дававшее ему возможность кое-что подработать дядя Сенека позволил ему помогать весовщику в грузовом порту где под бдительным надзором правительственных инспекторов складывались в государственные пагаузы при таможне трехсотфунтовые мешки с сахаром иногда при особо спешной работе он помогал отцу и получал за это плату Фрэнк даже сговорился было с мистером Делл Римплом насчет работы у него в субботние дни но вскоре после того как ему стукнуло пятнадцать его отец стал главным кассиром с годовым окладом в четыре тысячи долларов и о работе за прилавком конечно больше не могло быть и речи как раз в это время в Филадельфию снова приехал дядя Сенека еще более толстый еще более властный и сказал племяннику вот что Фрэнк если хочешь приняться за дело то я тебе для начала припас хорошее местечко первый год ты будешь работать без жалования но если справишься тебе вероятно дадут наградные слыхал ты про фирму Генри Уоттермен и компани на второй улице я знаю где помещается их контора так вот они согласны взять тебя счетоводом это маклеры занимающиеся перепродажей зерна и посредническими делами ты как ты говорил что хочешь поработать в этой области когда закончится учебный год сходи к мистеру Уоттермену сошлись на меня и он надо думать тебя возьмет сообщи мне потом как вы договорились дядя Сенека теперь был уже женат своими деньгами он завоевал сердце одной небогатой но чистолюбивой дамы из филадельфийских светских кругов благодаря этому браку связи Каупервудов по общему мнению должны были очень укрепиться Генри Каупервуд подумывал о том чтобы переехать в северную часть города на фронт стрит откуда открывался великолепный вид на реку и где уже шло строительство красивых особняков по тем временам незадолго до гражданской войны его четырехтысячный оклад был довольно внушительным Генри Каупервуд благоразумный и осторожный никогда не вкладывал свои сбережения даже в маломальски рискованные дела и благодаря своей аккуратности осмотрительности и пунктуальности имел как полагали его сослуживцы все основания в будущем рассчитывать на пост вице-директора или даже директора банка в котором работал предложение для Сенеки относительно Уотермена и компани Фрэнк счел для начала вполне подходящим посему в июне месяце он отправился на вторую улицу и был приветливо встречен Генри Уоттерменом старшим кроме того как выяснилось имелись еще Генри Уоттермен младший двадцатилетний молодой человек и некий Джордж Уоттермен пятидесяти лет брат Уоттермена старшего доверенное лицо бывшее в курсе всех сделок во главе предприятия стоял Генри Уоттермен старший пятидесяти пяти лет он выезжал по мере надвенности к пригородным клиентам за ним оставалось последнее слово в вопросах которых брат не мог разрешить самолично и он же затевал новые сделки так что его компаньонам и служащим оставалось только проводить их в жизнь с виду флегматичный коротконогий пузатый толстячок с густой сетью морщинок вокруг выпуклых глаз и красной шеи мистер Генри Уоттермен старший на деле был проницательным добродушным покладистым и остроумным человеком благодаря врожденному здравому смыслу и подкупающей благожелательности ему удалось создать прочное и процветающее дело но годы уже давали о себе знать и теперь он от души радовался бы сотрудничеству с сыном если бы таковое не шло в ущерб фирме но об этом нечего было и мечтать не столь демократичный как отец лишенный его быстрой сообразительности и работоспособности сын не чувствовал ничего кроме отвращения коммерческой деятельности дело оставленное на его попечении несомненно пошло бы прахом отец это видел огорчался и все надеялся что сыщется какой-нибудь молодой человек который заинтересуется делом будет продолжать его на прежних началах и вместе с тем не вытеснит его сына одним словом человек готовый довольствоваться ролью младшего компаньона и вот с рекомендациями отца Неки Дэвиса явился молодой Каупервуд мистер Уоттермен окинул его критическим взглядом да подумал старик мальчик подходящий из этого мальчика может выйти толк он держался непринужденный в то же время с достоинством без малейших признаков волнения или стеснительности по его словам он имел вести счетные книги хотя и не разбирался во всех тонкостях хлебно-комиссионного дела но эта отрасль интересовала его и он хотел бы попытать в ней счастье этот малый мне нравится сказал брату Генри Отермен после того как Фрэнк ушел получив предложение завтра утром приступить к новым обязанностям в нем что-то есть такой юный сметливый живой человек давно уже не переступал нашего порога да согласился Джордж более худой и высокий чем брат с карими несколько мутными задумчивыми глазами и жиденькими темными волосиками еще больше подчеркивавшими белизну плеши на его яйцевидной голове весьма приятный молодой человек странно что отец не берет его к себе в банк как знать вероятно у него нет такой возможности возразил брат ведь он там всему навсего главный кассир это правда что испытаем его по-моему у него любое дело будет спориться многообещающий юноша Генри Отерман встал и направился к парадной двери выходившей на вторую улицу холодок булыжный мостовой защищенный от утреннего солнца сплошной стеной зданий среди них издания его конторы стук копыт грохот подвод снующая толпа все это нравилось ему он посмотрел через дорогу трех и четырехэтажные дома почти все из серого камня а в них тоже бурлила жизнь и Генри Отерман возблагодарил небо за то что некогда ему пришла в голову мысль основать свое дело на столь бойком месте жаль только что он в свое время не приобрел здесь еще несколько участков хорошо бы этот молодой каупер вот оказался подходящим для меня человеком мысленно сказал себе старик я был бы избавлен от множества лишних хлопот примечательно что пятиминутного разговора было достаточно чтобы убедиться в деловитости этого мальчика Генри Отерман почти не сомневался что надежды его сбудутся глава четвертая внешность Фрэнка Каупервуда в те годы была располагающей и приятной руслой пять футов и десять дюймов широкоплечий и ладно скроенный с крупной красивой головой густыми вьющимися темно-каштановыми волосами в глазах его светилась живая мысль но взгляд их был непроницаем по нему ничего нельзя было угадать походка у Фрэнка была легкая уверенная быстрая он не знал ни тяжелых ударов судьбы ни горечи разочарований ему не доводилось страдать ни от болезней ни от лишений правда он видел вокруг себя людей более богатых но ведь и он надеялся разбогатеть его семья пользовалась уважением отец занимал хороший пост фрэнк никогда никому не был должен только однажды он просрочил мелкий вексель выданный банку и отец дал ему такой нагоняй что он запомнил это на всю жизнь да да я бы на четвереньках приполз но не допустил чтобы мой вексель опротестовали восклицал мистер каупервуд и фрэнк раз навсегда понял то что собственно можно было понять и без таких патетических восклицаний значение кредита после этого случая уже ни один выданный им вексель не было протестован или просрочен по его небрежности фрэнк оказался самым дельным служащим какого когда-либо знал торговый дом Уоттермен и компани сперва его засадили за книги в качестве помощника бухгалтера на место недавно уволенного мистера Томаса Трикслера но уже две недели спустя Джордж Уоттермен сказал почему бы нам не перевести Каупервуда в бухгалтеры он за одну минуту сообразит больше чем наш Самсон за всю свою жизнь хорошо Джордж я не возражаю но ты об этом особенно не распространяйся Каупервуд долго бухгалтером не останется посмотрим не сумеет ли он в скором времени заменить меня в некоторых делах бухгалтерия торгового дома Уоттермен и компани достаточно сложная для Франка была детской забавой он так легко так быстро разобрался в книгах что его бывший начальник Сэмсон только диву давался нет этот малый слишком прыток в первый же день взглянув на работу Фрэнка заявил он другому служащему он запутается поменить мое слово я эту породу знаю вот подождите пусть только начнутся горячие денечки с кредитованиями и перечислениями вопреки предсказаниям мистера Сэмсона Фрэнк не запутался не прошло и недели как он уже знал состояние финансов фирмы Уоттермен не хуже если не лучше самих хозяев он знал кому направлять счета в каких районах заключается больше всего сделок кто поставляет хороший товар и кто плохой а последним красноречиво свидетельствовало колебание цен в течение года желая проверить свои предположения он просмотрел ряд старых счетов в Гроссбухе бухгалтерией он интересовался лишь в той мере в какой она регистрировала и отражала жизнь фирмы он знал что долго на этой работе не останется там видно будет покажу он сразу до мельчайших подробностей постиг суть хлебно-комиссионного дела он увидел какие серьезные убытки терпят хозяева вернее их клиенты так как фирма занималась лишь посредничеством из-за недостаточно быстрого сбыта товаров поступающих на консигнацию то есть продажу товаров через посредника а также отсутствие налаженного контакта с поставщиками покупателями и другими комиссионными фирмами клиент к примеру отгружал фрукты или овощи ориентируясь на устойчивые а не то даже растущие рыночные цены но если это же делали одновременно десять человек или у других посредников получалось затоваривание то цены немедленно падали грузооборот никогда не был стабильным френку тотчас же пришло на ум что занявшись сбытом крупных партий товаров в качестве выездного агента он принес бы фирме куда больше пользы но до пары до времени решил этого вопроса не поднимать более чем вероятно что в ближайшем будущем все разрешится само собою оба уотермена генри и джордж не могли нахвалиться тем как фрэнк ввел их отчетность само его присутствие вселяло в них веру что все идет хорошо вскоре фрэнк обратил внимание братца джорджа на состояние некоторых счетов рекомендуя сбалансировать одни другие же совсем закрыть чем доставил старому джентльмену огромное удовольствие деловитость этого юноша со временем сулила ему облегчение собственных его трудов в то же время в нем росло чувство личной приязни к фрэнку братец генри был за то чтобы испробовать молодого человека на внешних операциях поскольку наличные запасы фирмы не всегда могли удовлетворить заказчиков приходилось обращаться за товаром в другие конторы или же на биржу и обычно это делал глава фирмы однажды утром когда прибыли накладные предвещавшие избыток муки и недостаток зерна на рынке фрэнк это заметил первым старший оттермен пригласил его к себе в кабинет и сказал фрэнк я попросил бы вас подумать как выйти из создавшегося положения завтра у нас образуется завал муки мы не можем платить полежалые а между тем наличные заказы не поглотят всего товара в зерне же у нас нехватка может быть вам удастся сбыть лишнюю муку кому-нибудь из маклеров и раздобыть достаточно зерна на покрытие заказов я попытаюсь отвечал каупервуд из своих бухгалтерских книг фрэнк знал адреса различных комиссионных контор знал также чем располагает местная товарная биржа и что могут предложить те или иные работающие в этой отрасли посредники поручение устранить возникший затор пришлось ему по вкусу так приятно было вновь очутиться на свежем воздухе и ходить из дома в дом ему претело сидеть в конторе скрипеть пером и корпеть над книгами много лет спустя фрэнк сказал моя контора это моя голова сейчас же он поспешил к крупнейшим комиссионерам разузнавая как обстоит дело с мукой и предлагая свои излишки по цене которую он запросил бы если бы над фирмой и не нависла угроза затоваривания нет ли желающих купить 600 бочонков первосортной муки с немедленной другими словами в течение двух суток доставкой цена 9 долларов за бочонок охотников не находилось тогда фрэнк стал предлагать товар мелкими партиями и эта затея оказалась успешной через какой-нибудь час у него оставалось всего 200 бочонков и он решил предложить их некоему джендермену видному дельцу с которым его фирма не имела торговых отношений джендермен крупный мужчина с курчавой седой шевелюрой одутловатым лицом изрытым оспой и маленькими глазками хитро поблескивавшими из-под тяжелых век с любопытством уставился на фрэнка как ваша фамилия молодой человек осведомился он откидываясь на спинку деревянного кресла каупервуд так вы значит служите уоттерменов наверное решили отличиться а потому и пришли ко мне каупервуд в ответ только улыбнулся ну что ж я возьму у вас муку она мне пригодится выписывайте счет каупервуд поспешил откланяться от джендермена он прямиком пошел в маклерскую контору на уолнат стрит с которой его фирма вела дела велел закупить на бирже нужное ему зерно по рыночной цене и вернулся к себе в контору быстро вы управились сказал генри уоттермен выслушав его доклад и продали двести бочонков старому джендермену очень очень хорошо он как будто и не наш клиент нет сэр если вам удастся проводить такие дела вы долго не засидеть на книгах в скором времени фрэнка уже знали и во многих маклерских конторах и на бирже он скупал товарные остатки для своих хозяев приобретал случайно попадавшиеся партии нужного товара вербовал новых клиентов ликвидировал излишки сбывая их мелкими партиями совсем неожиданным покупателем уоттермена только удивились с какой легкостью он все это проделывал фрэнк обладал исключительной способностью заставлять благожелательно выслушивать себя завязывать дружеские отношения проникать в новые торговые круги свежий ключ забил в старом русле торгового дома уоттермен и компани клиентура теперь обслуживалась несравненно лучше и Джордж стал настаивать на посылке фрэнка в сельские местности для оживления торговли так что фрэнк нередко выезжал за город перед рождеством генри уоттерман он сказал брату надо сделать каупер хороший подарок он ведь не получает жалований как ты думаешь пятисот долларов будет достаточно это большие деньги по нынешним временам но по-моему он их заслужил этот малый несомненно оправдал все наши ожидания и даже превзошел их он словно создан для хлебно-комиссионного дела а что он сам говорит об этом ты не слыхал он доволен мне кажется он вполне удовлетворен впрочем ты видишь его не реже чем я ну что ж так и порешим пятьсот долларов а со временем можно будет принять его компаньоном в наше дело у него хватка настоящего коммерсанта распорядись насчет этих денег да скажи ему приветливое словечко от нас обоих и вот накануне сочельника когда фрэнк просматривал какие-то накладные счета чтобы перед наступающим праздником оставить все дела в полном порядке к его столу подошел Джон Шуоттермен все еще за работой спросил он останавливаясь под ослепительным газовым рожком и одобрительно глядя на усердного юношу за окном уже спустились сумерки и мороз покрыл узорами стекла так просматриваю кое-что напоследок с улыбкой отвечал Каупервуд мы тут с братом очень довольны тем как вы работали эти полгода нам хотелось как-нибудь выразить нашу признательность и потому мы просим воспринять награду в пятьсот долларов а с будущего года мы назначаем вам регулярное жалование тридцать долларов в неделю очень вам благодарен отвечал Фрэнк я не рассчитывал на такой оклад это больше чем я мог предполагать ведь работая у вас я многому научился полный вы заслужили эти деньги и можете оставаться насколько захотите мы вам всегда рады Каупервуд улыбнулся как обычно приветливо и добродушно откровенное признание его заслуг очень ему польстило приятно было смотреть на него веселого сияющего в хорошем сшитом костюме из английского сукна вечером по дороге домой Фрэнк размышлял о том что представляет собой дело в котором он работал у него не было ни малейшего намерения долго оставаться на этой службе несмотря на наградные и обещанные жалования братья Уоттермена испытывали к нему признательность что что-то удивительного он был энергичным работником и сам знал это ему и в голову не приходило причислять себя к мелким служащим напротив со временем эта людская порода должна будет работать на него в таком его взгляде на вещи не было ни озлобления ни ярости против судьбы ни страха перед неудачей на своих хозяев он смотрел как на представителей определенного типа дельцов он видел их слабости и недостатки так же как взрослый видит недостатки ребенка после обеда собираясь к своей приятнице Марджори Стефорд Фрэнк рассказал отцу о наградных и обещанном жаловании великолепно обрадовался Каутервуд старший ты делаешь даже большие успехи чем я предполагал надо думать ты там и останешься нет не останусь а в будущем году я от них уйду почему видишь ли меня к этому не тянет дело неплохое но я предпочел бы испробовать свои силы на фондовой бирже это мне интереснее а тебе не кажется что будет нехорошо по отношению к твоим хозяевам если ты не предупредишь их заранее нисколько я им все равно нужен отвечал Фрэнк завязывая галстук перед зеркалом и оправляя сюртук матери ты рассказал нет еще сейчас пойду к ней он вошел в столовую где сидела мать обвил руками ее хрупкие плечи и сказал угадай что я тебе расскажу мама не знаю отвечала она ласково заглядывая ему в глаза я сегодня получил 500 долларов наградных а с будущего года мне положено жалование 30 долларов в неделю что тебе подарить к Рождеству да неужели вот это замечательно как я рад тебя верно там очень любят ты становишься совсем взрослым мужчиной что же тебе подарить к Рождеству ничего мне ничего не надо у меня есть мои дети Фрэнк улыбнулся будь по-твоему ничего так ничего но мать знала что он непременно купит ей какой-нибудь подарок выходя Фрэнк на мгновение задержался в дверях обнял за талию сестренку предупредил мать чтобы его не ждали рано и поспешил к Марджори с которой условился идти в театр какой же мне сделать тебе рождественский подарок Марджи спросил он целуя ее в полутемной передней я получил сегодня пятьсот долларов ей едва минуло пятнадцать лет и ни хитрости ни корысти в ней еще не было а что ты мне ничего не нужно не нужно повторил он прижимая ее к себе и снова целуя в губы хорошо прокладывать себе путь в этом мире хорошо наслаждаться всеми радостями жизни глава пятая в октябре следующего года месяцев через шесть после того как ему минуло восемнадцать лет Фрэнк окончательно убедившись что хлебнокомиссионное дело насколько он мог судить о нем по компании Уоттерменов не его призвание решил уйти из этой фирмы и поступить на службу в банкирскую контору Тай и Компани с мистером Тайем Фрэнк познакомился как агент Уоттермена и Компани по внешним сделкам и тот сразу же заинтересовался молодым человеком но как дела у ваших хозяев иногда добродушно спрашивал он или осведомлялся ну что растет ваш вексельный портфель тревожное время переживаемое страной непомерно раздутый выпуск ценных бумаг пропаганда против рабовладельчества и все прочее заставляли людей тревожиться за будущее и Таю он сам не мог бы объяснить почему казалось что с этим юношей стоило потолковать на животрепещущие темы и годы его как будто не такие чтобы во всем этом разбираться а все-таки разбирается благодарю вас мистер Тай у нас дела идут неплохо обычно отвечал ему Каупервуд вот увидите однажды утром сказал Тай Фрэнку если эта пропаганда против рабства не прекратится мы еще хлебнем горе как раз в это время невольник принадлежавший одному приезжему кубинцу был отобран у хозяина и отпущен на волю ибо по законам Пенсильвании всякий негр оказавшийся на территории штата хотя бы даже проездом получал свободу случай этот вызвал большие волнения несколько человек было арестовано газеты подняли отчаянную шумиху никогда не поверю что юг станет терпеть такое положение вещей в наше дело это вносит сумятицу и надо думать в другие отрасли тоже поменять мое слово мы доиграемся до отпадения южных штатов мистер тай произнес эту сентенцию с чуть заметным ирландским акцентом да к тому идет спокойно отвечал Каупервуд и ничего тут не поделаешь негры конечно не стоят всех этих волнений но агитация в их пользу будет продолжаться чем же еще заниматься чувствительным людям а нашей торговле с югом это сильно вредит я держусь такого же мнения да и слышу то же самое со всех сторон после ухода молодого Каупервуда мистер тай занялся другим клиентом но нет нет да и вспоминал юношу поразившего его глубину и здравость в своих суждении о финансовых делах если этот молодой человек захочет переменить место я предложу ему работать у меня решил он и однажды сказал Фрэнку а вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле у меня как раз освободилось место с удовольствием улыбаясь отвечал Каупервуд видимо польщенный я и сам собирался просить вас об этом ну что ж если вы решите перейти ко мне место за вами приступайте когда вам будет угодно я должен заблаговременно предупредить своих хозяев заметил Фрэнк вы не могли бы подождать недели две разумеется никакой спешки нет утрясать все свои дела я вовсе не хочу ставить уоттерменов в затруднительное положение лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией уоттерменов его интересовали но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы мистер Джордж Уоттермен очень расстроился а мистер Генри эта измена привела в сильнейшую досаду а я-то думал что вам у нас нравится воскликнул он когда Каупервуд сообщил ему о своем решении может быть вы недовольны жалованием нет мистер уоттермен я просто хочу заняться биржевым делом так так сожалею очень сожалею я не хочу вас отговаривать если это во вред вашим интересам вам виднее но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном а вы вдруг внезапно сорвались с места и до свидания ведь в нашем деле черт возьми можно заработать хорошие деньги я знаю с улыбкой отвечал Каупервуд но оно у меня не по душе у меня другие планы я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу мистер генри оттермен никак не мог взять в толк почему фрэнка не интересует эта отрасль если он так явно преуспел в ней вдобавок он опасался как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы вскоре Каупервуд пришел к заключению что новая работа ему куда больше по вкусу она и легче и выгоднее начать хотя бы с того что фирма Тай и Компани помещаясь в красивом зеленовато-сером каменном здании дом 66 по 3 улице которая в те времена да еще и много лет спустя была центром местного финансового мира тут же рядом находились банкирские дома известные не только в Америке но и за ее пределами Дрексель и Компани Третий Национальный Банк Первый Национальный Банк а также Фондовая Биржа и другие подобные учреждения по соседству приютились еще десятка два банков и биржевых контор помельче Эдвард Тай глава и мозг фирмы родом из Бостона был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца эмигранта в Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций это самое подходящее место для человека умеющего держать ухо востро с легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям себя он считал именно таким человеком это был мужчина среднего роста не слишком полный с легкой и несколько преждевременной проседью по натуре жизнерадостный и добродушный но в то же время задорный и самоуверенный над верхней губой у него топорчились коротко подстриженные седые усики беда с этими пенсильванцами жаловался он уже вскоре после переезда никогда не платят наличными норовят сучить вексель в ту пору кредит пенсильвании а следовательно и филадельфии несмотря на богатство штата стоял очень низко если дело дойдет до войны говорил мистер тайн то целые легионы пенсильванцев начнут предлагать векселя в уплату за обед проживее целых два века я разбогател бы на покупки пенсильванских векселей и обязательств когда-нибудь они верно расплатятся с долгами но бог ты мой да чего же это медленно делается я буду лежать в могиле раньше чем они покроют меня хотя бы проценты по своей задолженности он не ошибался финансы штата и города находились в плачевном состоянии и тот и другой были богаты но поскольку казну обокрали все кому не лень и любыми способами то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций эти облигации или обязательства как их называли гарантировали 6 процентов годовых но когда наступал срок уплаты процентов казначей города или штата ставил на них штамп с датой предъявления и проценты по обязательству начислялись с этого дня не только на номинал но и на накопившиеся проценты иначе говоря это было постепенное накопление процентов людям нуждавшимся в наличных деньгах от этого толку было мало ибо под залог таких обязательств банки выдавали не более 70 процентов их курсовой стоимости продавали же они не по паритету а по 90 за 100 конечно их можно было покупать а в расчете на будущее но уж очень долго приходилось ждать окончательный выкуп этих обязательств опять-таки сопровождался жульническими махинациями зная что те или иные обязательства находятся в руках добрых знакомых казначей опубликовывал сообщение что такие-то номера именно те которые были ему известны будут оплачены более того вся денежная система соединенных штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию отдаленно напоминавшему порядок банк соединенных штатов основанный николасом бидлом в 1841 году был окончательно ликвидирован в 46 министерство финансов соединенных штатов организовало свою систему казначействов и все же фиктивных банков существовало столько что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий правда мало-помалу положение улучшалось так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком Бостоном и Филадельфией но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей другими словами в обиход начали входить частные телеграфные линии действовавшие на коротком расстоянии взаимный обмен информацией стал более быстрым доступным и совершенствовался день от дня железные дороги уже протянулись на юг на восток на север на запад но еще не было автоматической регистрации курсов не было телефона а в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты в Филадельфии она еще не была учреждена ее заменяли рассыльные метавшиеся между банками и биржевыми конторами они же сводили балансы по банковским счетным книжкам обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету единственное средство для окончательного расчета по задолженности так как твердой государственной валюты в те времена не существовало на бирже когда гонг возвещал о прекращении сделок на сегодняшний день в середине зала точь в точь как в Лондоне собирались в кружок молодые люди именовавшиеся расчетными клерками они сверяли и подытоживали всевозможные покупки и продажи аннулируя те из них которые взаимно погашались в результате повторных сделок между фирмами заглядывая в счетные книги они выкрикивали сделки которые были произведены за день Делавар и Мэриленд продала компанией Бомонт Делавар и Мэриленд продала компанией Тай и так далее такой способ упрощал бухгалтерию фирм ускоряя и оживляя сделки место на фондовой бирже стоило две тысячи долларов согласно правилам недавно введенным биржевым комитетом сделки дозволялись заключать между десятью часами утра и тремя пополудни раньше это делалось в любое время с утра до полуночи тот же комитет установил твердые ставки за услуги оказываемые маклерами вместо прежних бестеремонных поборов нарушители подвергались суровым взысканиям иными словами делалось все возможное для укрепления биржи и Эдвард Тай наравне с другими маклерами возлагал большие надежды на будущее глава шестая к этому времени семейство Каупер Вудов уже обосновалось на новом месте более вместительном и лучше обставленном жилище на Фронт стрит возле реки дом дом был четырехэтажный с фасадом длиной в шесть с половиной метров двора при нем не было здесь Каупер Вуды начали время от времени устраивать небольшие приемы для тех представителей различных отраслей коммерции с которыми Генри Каупер Вуд встречался на своем пути неукоснительно приближавшим его к посту главного кассира общество это не отличалось изысканностью но в числе гостей бывали лица столь же преуспевшие как и Каупер Вуд хозяева небольших предприятий связанных деловыми отношениями с его банком торговцы мануфактуры кожевенными товарами хлебом и оптовики бокалейщики у детей завелась своя компания миссис Каупер Вуд тоже изредка устраивала дневное чаепитие или вечер для своих знакомых по церковному приходу и тогда Каупер Вуд пытался играть роль светского человека обычно сводившуюся к тому что он стоял с благодушно глуповатым видом и приветствовал гостей жены так как он умел сохранять серьезно торжественное выражение лица и выслушивать приветствие не требовавшие пространных ответов то эта церемония не особенно его обременяла иногда у Каупер Вуд пели иногда немного танцевали вскоре гости стали приходить запросто к обеду чего прежде никогда не бывало и вот в первый же год своей жизни в новом доме Фрэнк познакомился с некой миссис Сэмпл и увлекся ею у ее мужа был большой обувной магазин на Чеснот Стрит Брест Третьей улице и он уже подумывал об открытии второго на той же Чеснот Стрит чуть подальше однажды вечером Сэмпл с женой нанесли визит Каупер Вудом мистер Сэмпл хотел побеседовать с хозяином дома о новом только что зародившемся в виде городского транспорта конной железной дороги опытная линия протяженностью в полторы мили построенная северопенсильванской железнодорожной компанией была только что сдана в эксплуатацию Начинаясь на Уиллоу Стрит она шла вдоль Фронт Стрит до Джермант Таун Роуд а оттуда по разным улицам до места известного под названием станция Кохоксинг Считалось что этот способ передвижения постепенно вытеснит сотни омнибусов которые курсировали по городу и сильно затрудняли пешеходное движение в его торговой части Молодой Каупервуд с самого начала заинтересовался этим предприятием Железнодорожное дело вообще занимало Фрэнка Это же его разновидность в особенности Конка вызывала оживленные споры и Фрэнк вместе с другими любопытными отправился на нее взглянуть Странного и непривычного вида вагон 14 футов в длину 7 в ширину и приблизительно столько же в высоту поставленной на маленькие железные колеса представлял пассажирам не сравненно больше удобств чем омнибус Альфред Сэмпл уже втихомолку помышлял о том чтобы вложить деньги во вторую намечавшуюся линию которая по получении санкции городских властей должна была пройти по пятой и шестой улицам Кауперот старший прочил этому предприятию блестящую будущность хотя не понимал еще откуда возьмутся средства для его осуществления Фрэнк со своей стороны считал что компанией Тай следовало бы взять на себя реализацию акций будущей линии пятой и шестой улиц если город выдаст разрешение на таковую он слышал что акционерное общество организовалось и уже готовит большой выпуск акций которые будут пущены в продажу по пяти долларов за штуку при паритете в конечном итоге в сто долларов Фрэнк очень сожалел что у него недостаточно денег для покупки солидного пакета этих акций меж тем Лиллиан Сэмпл пленила Фрэнка и завладела его воображением трудно сказать что влекло молодого Каупервуда к ней ибо ни по темпераменту не по уму она не была ему ровней Фрэнк тоже приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами и по-прежнему дружил с Марджери Стефорд тем не менее Лиллиан Сэмпл хотя ни умом ни красотой она не превосходила других и вдобавок была замужем так что он не мог иметь серьезных намерений больше всех волновало его ей было двадцать четыре года а ему всего девятнадцать но душой и телом она казалась такой же юной как он высокая чуть выше его хотя он к этому времени уже достиг своего предельного роста примерно в метр восемьдесят она все же была очень изящна от нее веяло невозмутимым спокойствием объяснявшимся скорее поверхностностью восприятия нежели силой характера у лилиан были густые пышные волосы пепельного оттенка бледное узкое почти восковое лицо нежно-розовые губы и прямой нос ее серые глаза в зависимости от освещения казались то голубыми то совсем темными руки ее поражали тонкостью и красотой она не отличалась ни живостью ни блеском ума движения ее были медлительны и как-то бессознательно пластичны Калпер Вуда увлекла ее внешность она вполне соответствовала его тогдашним представлениям об идеале красоты как она прелестна думал он как мила и при том сколько в ней достоинства если бы он мог выбирать то выбрал бы себе именно такую жену в своих суждениях о женщинах Калпер Вуд руководствовался больше чувством чем разумом стремясь добиться богатства престижа влияние он конечно придавал большое значение представительности женщины ее положению в обществе и всему прочему но тем не менее некрасивые женщины никогда не привлекали его красавицы же привлекали очень сильно он не раз слышал дома рассказы о самопожертвовании женщин как впрочем и мужчин слышал о женщинах труженицах рабски преданных своим мужьям или детям или семье в целом женщинах которые в критические минуты всем поступались для родных или друзей движимые чувством долга и добросердечием но эти истории почему-то не трогали его он предпочитал считать всех даже женщин откровенно эгоистичными почему объяснить он не мог люди не способные к самозащите и не умеющие найти выход из любого положения казались ему глупыми или в лучшем случае несчастными как много говорилось вокруг о высокой нравственности как превозносились добродетели и порядочность как часто воздевались к небу руки в праведном ужасе перед теми кто нарушил седьмую заповедь или хотя бы был заподозрен в нарушении таковой Фрэнк не принимал таких разговоров всерьез он и сам уже не раз нарушал эту заповедь то же самое делали и другие молодые люди правда уличные женщины претили ему в соприкосновении с ними было много низменного и гадкого на первых порах ему нравился мишурный вульгарный блеск веселых домов в их роскоши был известный размах красная плюшевая мебель шикарные красные портьеры безвкусные зато оправленные в дорогие рамы картины и прежде всего сами обитательницы здоровые и сильные или же чувственные и флегматичные женщины которые по выражению его матери подстерегали мужчин выносливость их тела и похотливость души способность с показной ласковостью и радушием принимать одного мужчину за другим все это вначале изумляло Фрэнка но вскоре стало вызывать в нем отвращение к тому же они были тупы от них нельзя было услышать ни одного живого слова и подумать только ничего другого они делать не умели он мысленно рисовал себе их тоскливое пробуждение после угарных ночей отвратительный осадок в душе которые лишь отчасти могли рассеять сон и жажда наживы и Фрэнка несмотря на его молодость становилось грустно ему хотелось близости в которой было бы больше интимного утонченного оригинального личного и вот появилась Лилиан Сэмпл всего лишь отдаленное подобие идеала тем не менее она облагородила его представление о женщине в ней не было животной силы и необузданности как в тех женщинах и звертепов грубо и бесстыдно нарушавших общепринятые понятия его зрения и этого одного уже было достаточно чтобы Лилиан ему нравилось она жила в его мыслях даже в эти горячие дни которые словно вспышки пламени озаряли его деятельность на новом поприще ибо биржевой мир в который окунулся Каупервуд каким бы примитивным он нам не казался сегодня для него был исполнен очарование зал фондовой биржи на третьей улице где собирались маклеры их агенты и служащие в общей сложности человек полтораста отнюдь не был архитектурной достопримечательностью просто квадратное помещение размером 18 на 18 метров объединявшие два верхних этажа четырехэтажного дома но фрэнк зал этот приводил в восторг окна там были высокие и узкие прямо напротив входа на западной стене висели часы с огромным циферблатом а северо-восточный угол загромождали конторки стулья и целое скопище телеграфных аппаратов а в раннюю пору существования биржи в зале рядами стояли стулья на которых сидели маклеры прислушиваясь к всевозможным предложениям акций впоследствии эти стулья убрали и в различных местах зала были установлены столбики либо сделаны отметки на полу указывавшие где продаются те или иные бумаги вокруг таких столбиков толпились люди заинтересованные в заключении сделок из коридора третьего этажа дверь вела на тесную кое-как обставленную галерею для публики на западной стене висела громадная черная доска на которой отмечалась котировка акций передаваемая по телеграфу из Нью-Йорка и Бостона в середине зала за низенькой загородкой находилось место официального председателя а на высоте третьего яруса с западной стороны был еще маленький балкон на него для экстренных сообщений выходил секретарь биржевого комитета в юго-западном углу была дверь которая вела в комнату где биржевики знакомились со всевозможными отчетами и годичными обзорами молодого Каупервуда не допустили бы на биржу ни как маклера ни как маклерского агента или помощника если бы тай нуждавшийся в нем и уверенный что такой человек будет ему полезен не купил для него место две тысячи долларов которые оно стоило он записал как долг Фрэнка после чего во всеуслышание объявил его своим компаньоном такое фиктивное товарищество противоречило правилам биржи но маклеры нередко прибегали к нему младших компаньонов и подручников насмешливо называли восьмушечниками и двухдолларовыми маклерами потому что они гнались за любым мелким заработком и готовы были покупать и продавать по чьему угодно поручению отчитываясь конечно перед своей фирмой в произведенных операциях несмотря на свои выдающиеся способности Фрэнк на первых порах тоже считался восьмушечником и был отдан под начало мистеру Артеру Райверсу полномочному представителю компании Тай на бирже Райверс был необыкновенно энергичный человек лет тридцати пяти элегантный хорошо сложенный с чисто выбритым жестким и словно точенным лицом которое украшали коротко подстриженные черные усики и тонкие черные брови волосы его посередине разделялись аккуратным пробором подбородок чуть заметно раздваивался голос у Райверса был мягкий манера спокойная и сдержанная он всегда и везде был одинаково корректен в начале Каупервуд недоумевал зачем Райверсу такому опытному дельцу служить у мистера Тая но впоследствии узнал что Райверс участник в деле Тай был организатор он принимал клиентов в конторе а Райверс представлял фирму на бирже и ведал внешними сношениями вскоре Фрэнк убедился что не стоит даже пытаться понять почему акции то поднимаются то падают это конечно определялось какими-то общими причинами как объяснил ему Тай но учесть их было почти невозможно любая причина может вызвать на бирже и бум и панику говорил Тай со своим своеобразным акцентом будь то крах банка или только слух что бабушка вашего двоюродного брата